Рассмотрим для чего нам нужен страховочный трос. Страховочный трос нам нужен для страховки барабанов во время работы. Каким образом крепится у нас страховочный трос? На планку, болты М8 гайки и вот такая специальная гайка с винтом М6 под шестигранник. Гайка как видите квадратная с специальным пазом. В паз она заходит в краю нашей планки. Свободно двигается. Если нам нужно зафиксировать, мы просто закручиваем винт шестигранника. Шестигранник 4 миллиметра. Комплект струбцин для крепления на ферму. Значит из чего состоит? Из самой струбцины, из болта специальной конфигурации для нашей планки, которая просто вставляется и фиксируется поворотом по часовой стрелке. Никаких дополнительных инструментов для этого не нужно. Просто закручиваем струбцину и фиксируем. Все от руки, никаких ключей, никаких дополнительных инструментов. Если струбцин не встает у нас по месту каким-то и снимается она также легко. Если не встает по месту, регулируется она следующим образом. Крапежный болт у нас состоит из двух частей. Болт М6 и переходник с на М10. Закручивается все также от руки, никаких сверхусилений не нужно. То есть переходник должен свободно перемещаться по болту. Болт имеет свою специальную конфигурацию, которая нам позволяет вставить его и провернуть. Он встает на место и дальше уже не проворачивается. Если у вас струбцина не встает на место, как я говорил, вот так например, это можно подрегулировать тем же переходником. Просто его нужно немножко провернуть в обратную сторону. И тогда струбцина у нас встанет туда, куда нам нужно. Для транспортировки машины, если нам нужно снять струбцины, нам не нужен никакой дополнительный инструмент. Мы ее закручиваем. Она у нас в рабочем положении. Если нам нужно ее снять для транспортировки, мы просто чуть-чуть ее откручиваем, и она спокойно выходит. Не надо до конца откручивать болты, иначе они будут теряться и будете покупать их дополнительно. То же самое для транспортировки. Нам не нужно снимать страховочные тросы всю планку. Можно оставить ее в этом же положении, но если она нам мешает, мы ее откручиваем не до конца, проворачиваем и фиксируем снова в этом положении. Этого достаточно для транспортировки. Для того, чтобы нам засыпать конфетти в барабан, таким образом надо открутить 4 верхних болта. Итак, мы открутили 4 болта, снимаем последний. Нижние болты чуть-чуть ослабляем и снимаем полностью. Сюда в барабан засыпаем конфетти столько, сколько нам нужно. Снова устанавливаем планку. Фиксируем. Фиксируем винты, только от руки. Никаких дополнительных инструментов нам для этого не нужно. И машина готова у нас к работе.